Автоколонны доставляют топливо в село Саилык. В сложнейших метеоусловиях сюда завезли 87 тонн сырой нефти. Запас топлива увеличен до 40 суток. Все потребители получают тепло в полном объеме. Котельные работают без перебоев. Накануне прошло заседание КЧС Республики, где рассмотрели вопросы открытия сезонных автодорог, а также перевозки топливно-энергетических ресурсов. Проблема доставки топлива в отдаленные села Устьянского района остается. Дорожники пытаются расширить заносимые снегом участки со 105 по 140 километр со стороны поселка Депутатский. Что касается села Андрюшкино, то со стороны Черского дорожникам осталось пройти еще 120 километров. Во всех населенных пунктах минимальный запас топлива имеется. Мы обязательно должны завести топливо на текущий отопительный период и сделать задел на следующий год с учетом того, чтобы у нас хватало топлива даже в форс-мажорных ситуациях. Видите, как у нас, допустим, по автодороге Куйга-Депутатской такой ситуации не было лет 20. То же самое по Среднеколымскому району. Снежный покров очень большой, местами до полутора-двух метров. Соответственно, сейчас мы принимаем решение, будем открывать участок дороги Арктики в Черском. Посмотрим, как будем по Среднеколымскому району и Устьянскому, по всей видимости, тоже будем там участки открывать. И уже к следующему автозимнику будем дополнительно спецтехнику дорожную туда доставлять.